Опять же, что происходит с точки зрения меня, как маргинального марксиста, ну маргинального с точки зрения сейчас мейнстрима, всяких Ветровичей, у которого маргинальная польская фамилия, но он же украинский большой патриот. Понимаете, в условиях глобального мира, то есть не будем называть это империализмом, как называл Ленин, пусть это будет глобализм, жестко действует закон неравномерности развития. И когда есть более развитые, уже идет конкуренция и противоречие между более и менее развитыми странами, государствами, а между более и менее развитыми регионами. И есть тенденция, что пытаются объединиться более развитые регионы, которые будут ядром по отношению к менее развитым. То есть ядро и периферия капитализма, капиталистического рынка, она уже проходит не по границам национального государства. Она проходит между более регионами, как ни странно, сохранившими индустриальный уклад в значительной степени. Ну, я понимаю, это лохи индустрию развивают, правильные пацаны великие аграрные державы строят. В общем, Гувер, оценивая перспективы Германии, там сразу после войны, он сказал, что для построения аграрного державы в Западной Германии, аграрной, ну потому что были же планы полностью их лишить индустрии, нам понадобится, он дословно сказал, уничтожить или вывести 25 миллионов немцев. Ничего не напоминает? Это из, ну, ребята же откровенные были, были же времена, когда ребята были откровенными. Ничего не понимали и в политике тогда, Дмитрий. Ну, им не надо было, понимаете, это сейчас там тузенцам что-то, нет, это проклятое наследие совка, потому что который дал образование всем, какой-то минимум знаний, поэтому надо было с заменой, так сказать, русско-жлобка на евро, русско-совка на евро-жлобок, пришлось по новой одурачивать, так сказать, но кое-что приходит, так сказать, иначе говорить, рассказывать о перспективах. Сейчас, вот, например, интересно смотреть на фотку этих бабулек, которые с кастрюлями выходили ради больших, ну, пенсии же Янукович украл, а когда уйдет Янукович, будут всем пенсии большие. Мы перейдем на стандарты медицины, как в Евросоюзе, и в каждую районную поликлинику завезут европейское оборудование. А я же не утрирую, это же такая была пропаганда, где это? И это, я вам скажу, был прекрасный, так сказать, анекдот, что когда это в советское время, в 20, это в 10 часов, там, так сказать, русский выпивший, значит, турист, подходит там к эстонскому этому бару, а там его закрывают. Говорит, а где, говорит, ближайший бар, который работает, говорит, в 22 часа в Хельсинки? Так вот, да, есть это оборудование, но вот там, поезд есть туда ходит, Киев-Перемошель. Подождите. Не, вы что, вы сейчас против украинских реформ выступили? А вот тут очень нет, нет, а вот тут я вам скажу с другой стороны, реформы абсолютно органичные и естественные. Они абсолютно соответствуют ситуации. В связи с тем, что модель Украины на сегодня, это резервуар рабочей силы, и должны быть условия вне лучше, чем условия внутри, чтобы стимулировать выезд рабочей силы. Так сказать, мы живем в стране с демографической воронкой. Чем больше выезжает работоспособного населения, тем меньше возможностей содержать неработоспособную. Чем меньше возможностей содержать неработоспособную, тем больше будут выезжать работоспособные, видя то, что их пенсия обеспечена не будет. Все эти драконовские правила. Кстати, я вам скажу, с 1 октября на самом деле снижен пенсионный возраст в Польше. Понятно почему. Приехали рабочие руки из Украины, они себя поунизили. Правда, закон был принят в 16-м, но это же год назад они с лагом в год это перевели. И стаж там меньше надо, чем в Украине. Надо, так сказать, создаются условия, при которых в Украине украинцу невыгодно работать. Естественно, в этих условиях не будет поступления в пенсионный фонд, поэтому надо его ограничивать. Естественно, в этих условиях надо сокращать население. Все, подождите, либерализм, либеральные реформы, они абсолютно логичны и последовательны. В нем нет ничего логичного и не последовательного. Но вот у крокодила же логично, он ждет на берегу, когда будет кто-то пройдет, потом тащит его в воду, потом ждет, пока тот немножко подразложится, и потом его съедает. Это же все логично действует крокодил. Точно такие же реформы для Украины. Более того, выскочить из этой воронки невозможно. Это невозможно украинскому этносу. Но либеральная теория последовательна. Но вот опять же, вы недооцениваете. Когда вы говорите антинар, вам объясняли, есть понятие эффективного собственника. Украинцы оказались в Украине неэффективным собственником этих ресурсов, этой земли. Значит, сюда придет эффективный, запятая бля, запятая, собственник, который этим всем воспользуется. Чего непонятного. Или чего... Я просто это говорил, когда я говорил, это в начале нулевых, ну на меня смотрели как там на идиоты и агента Кремля. Я вам это повторяю, когда это стало уже очевидно, и все равно некоторые это не понимают. А вы видите что-то другое, кроме того, что я говорю. Вы или это видите, или не хотите этого видеть, потому что ничего другого не происходит. Происходит депопуляция Украины. Послушайте, если в одной... Как это? Я как химик в прошлой жизни. Если около мембраны с одной стороны меньше, а с другой больше, будет оно выравниваться. Естественно, создается вот такая ситуация, когда высасывается, так сказать, а еще и создается давление, так сказать, с этой стороны выжимать, а там, так сказать, более высокие зарплаты. Более того, я вам расскажу интереснейший эффект, который здесь происходит. В Украине в некоторых отраслях начался рост зарплаты. Например, в строительстве. С чем это связано? Это связано с тем, что, например, у одной очень крупной, не самой, все всегда меня, я не хочу ее называть, все называют Киев-Мизбуд. Киев-Мизбуд нет, она более, ну, не такой монстр, как Киев-Мизбуд, но очень крупная, так сказать, ну, корпорация, назовем, какого-то, занимается строительством. Они за несколько месяцев потеряли половину бригад, потому что уехали в Польшу, Словакия, Словения уехали. Они вынуждены поднимать, разумеется, зарплаты, оставшиеся, разумеется. Но это тянет за собой удорожание всего цикла строительства. Во-первых, из-за того, что стало меньше, они вынуждены, так сказать, сбиваются сроки, все закредитованы, компании девелоперские, компании строительства, все тоже закредитованы. Они вынуждены увеличивать себестоимость, увеличивая зарплату. И тоже, как бы, сейчас же есть тенденция к спаду в строительстве. Вот, был некий пик такой, да? Был, ну, локальный пик после всех этих ужасов. Сейчас же опять там, и все идет к спаду. Вот мы живем, мы живем чужими, вот заметьте, я когда-то вот тут говорил, что мы живем чужими уже политическими циклами, мы уже живем чужими демографическими циклами. Сейчас нашу ситуацию определяет польский демографический цикл, в первую очередь, и в более широком смысле восточноевропейский. Вы знаете, что наш человек, как это сказать, очень адаптируем. И, например, в той же Эстонии, если местный этот сварщик или крановщик может до 1200 евро, наш для начала может и на 800 приезжать. Евро. Эстонский учить не надо. Понимаете, опять же, когда рассказывают, как, где, там, с языками, все в очень разумных пределах. Ты работаешь, достаточно русского, знать, с тобой объясняться. Так сказать, как бы, лишь бы работай. Вот что происходит. Ну, Эстония, это, я так, как пример, там, там мало понятно. Ну, вот, так сказать, посмотрите по Восточной Европе, сколько работает украинец. И это будет продолжаться. Ну, все так безнадежно, Дмитрий? Да, все безнадежно. Посмотрите, смотрите, вы спрашиваете вопрос, если человеку перебили хребет, он лежит, он может ли вам встать, все ли так безнадежно? Ну, жить будет, ну, это не весело ему. Ну, в каком-то может корсете ходить. Нет, ну, почему? Ну, рано или поздно, когда создастся, когда возникнет вопрос, когда будет недостаточно кадров для того, чтобы поддерживать инфраструктуру страны, встанет вопрос об эффективном собственнике страны. Почему? Все будет хорошо. Те, кто дотянутся. Понимаете, как это? Собок это был сильным работу, слабым заботу. А жлобок это, так сказать, сильных в рабы, слабых в гробы. Но логично, зачем? А зачем пенсионеры нужно? Зачем их содержать, если они уже не работают? Скажите, ответьте мне на вопрос. Дмитрий, после... Подождите, нет, есть ответ, подождите. Есть такой левосовковый ответ. Ну, чтобы молодое поколение видело, что когда они доработают, мол, молодым везде у нас дорога, старикам у нас все... Да, почувствую. А вам говорят, чувак, молодое поколение должно в Европе работать. Все правильно. Происходит евроинтеграция. Только не Украины, а Украинцев. Это либеральный подход. Люди главные. Иосиф Вестеринович еще говорил, тоже был либерал. Кадры решают все. Украинские кадры закрывают демографию. Польша, я уже говорил это в этой студии. Польша решила свои демографические проблемы по их расчетам на 20 лет вперед. Так сказать, на ближайшие 4 до 20 года за счет первого миллиона украинцев, на 20 лет за счет еще пяти, на которые они рассчитывают. Более того, это всю Европу это устраивает. Уже поляки едут туда дальше. Да, Европа интернационализуется. Но не может, понимаете, по кругу уже не может ходить. А вы скажете, кто придет? Китайцы придут в Украину. Китайцы. Нормально. А что? Ну, вы знаете, что... Будет новый этап. Послушайте, я вам хочу сказать, что это не худший вариант. Потому что у нас есть такая писательница Ницой. Она обосновывала тем, которые там мелочи... Причем самая подлая, что она ни с кем не ругается и никому ничего в лицо не бросает. Она об этом пишет, что еще хуже. Это в ее фантазиях все происходит. Не было ни одного эпизода ею описанного. Она просто на ровном месте. Но это отдельная история. Это бог ей судья, так сказать. Более того, как мы знаем, бог наказывает не смертью, а бог наказывает жизнью. Я представляю, как ей тяжело живется. Ну, это, так сказать, ее проблема. Так вот, она обосновывала абсолютно открыто, когда был на грамматике ради, что в связи с тем, что вот в исследовании, ну, она приводила Стретфора, Фридмана исследование, что вот после 20-го года Россия распадется, поэтому не надо учить русский язык. Она, если бы она прочитала еще 112 страниц, то очень скоро у того же Фридмана, ну, из которого она доверяет, что Россия вот распадется по 20-го года, там написано о обожесточенной борьбе между проевропейским-польским блоком и турецким блоком. И после того, как Польша нанесет Турции, турецкому блоку, поражение, турецкий блок отступит, сохранив за собой только Румынию и Украину. Как-то... Может, дальше уже не будем говорить сегодня? Ну, подождите, если... Нет, вы знаете, что, если идиот ссылается на одну часть исследования, то я имею право, как в любом праве англосаксонском, сослаться на другую часть этого же документа. Ну, просто я читаю эти книги. Знаете, ну, с детства у меня такая привычка, блин, книжки читать. А она их пишет, у нее нет времени читать. Дмитрий, ну и в конце вот буквально, если позволите... Хорошего ничего нас не ждет. Нет, ну вы должны что-то хорошее сказать. Ну как это? Интеллектуалы должны это... Придет эффективный собственник. Подождите, я этому... Я, если доживу, я этому эффективному собственнику понадоблюсь. У меня есть необходимая сумма знаний для этого. Вот на этой хорошей, оптимистичной ноте мы заканчиваем интервью. Но большинство из зрителей украинских не понадобится этому собственнику. Эффективному украинской земли. Все, что я вам могу сказать.